Слышите, как шумит море? Немножко расскажу, как отличить иван-чай. В принципе, иван-чай перепутать с другим растением очень сложно. Смотрите, вот, например, вот само растение. И вот у него такие штучки есть. Если их разломать, то там будет, видите, как вата прямо. Как нитки внутри, вот в этих вот штучках. Как его собирать? Некоторые его просто ломают и вот так собирают. И дальше уже очищают листочки. Ну, в принципе, это варварский метод, потому что так... Ну, варварский метод, потому что если просто его вот так вот берешь рукой, одной рукой держишь сверху, а другой вот так вот снимаешь, да? Вот. Он еще зацветет, даст семечки, и как бы дальше будет расти. А вот сами листья мы собираем. Там их можно уже перебрать, вот эти вот всякие... Такие вот выкинуть, а нормальные забрать. Теперь немножко расскажу, как его делать, Иван-чай. Как его ферментировать. Дело в том, что если вы просто его высушите, то эффекта у вас будет очень мало. Он будет невкусный. Чтобы Иван-чай был вкусный, нужно кое-что с ним сделать. В интернете очень много способов. Расскажу вам простой способ, который использовали еще в старые времена. Значит, собираем листья. Собираем где-то, например, в 12 дня. Раскладываем их на материи и подвяливаем. Подвяливаем, если вы, например, живете на севере, и у вас холодное, там, лето холодное, холодное солнце. Ну, холодные деньки стоят, не очень жарко. То 5 часов он может подвяливаться примерно. 5-6. Если на солнце и жара, трава может за пару часов просто высохнуть. Поэтому, смотрите, листья должен подвялиться. То есть, мы потом будем его скручивать. И чтобы он не ломался, не крошился, видите, он крошится, он должен подвялиться. Он станет эластичным, и тогда мы сможем. То есть, что будем потом делать? Когда это все подвялиться, просто мне немножко неудобно показывать, мы вот возьмем несколько листочков и будем двумя руками его скручивать, открутить двумя руками. Попытаюсь показать сейчас. То есть, двумя руками мы будем его, двумя ладошками, между ладошками, мы будем его скручивать, чтобы получились колбаски. Потом эти колбаски мы кладем в миску. И нужно, чтобы эта миска была полная. То есть, чтобы вот эти вот колбаски лежали до самого верха. Дальше кладем влажную тряпку, не мокрую, а просто влажную толстую тряпку, и чтобы не было воздуха, чтобы вот эти вот наши колбаски скрученные лежали до верха, и сразу сверху на нем была, сразу сверху лежала тряпка, чтобы не было доступа воздуха. И так это все должно пролежать приблизительно часов 15. Вы почувствуете запах, такой приятный будет идти по квартире. И когда этот запах уже будет сходить на нет, то ферментация уже закончится тогда. Тогда мы берем, высыпаем это на противень, ставим в духовку, на минимальный огонь открываем дверцу и сушим. То есть температура должна быть 60-100 градусов, но желательно, чтобы не было больше 100. Может быть 60-70 будет вполне достаточно. За пару часов у нас все это высохнет. Прикладываем в баночки, оставляем приблизительно на месяц, чтобы чай как бы дозрел. Есть разные способы, крутят мясорубки, способов очень много, но это наиболее простой способ, который использовали еще в старые времена. То есть раньше, конечно, духовок не было, использовали там печки. Некоторые блогеры говорят, что можно этот чай на маленькой температуре очень поджаривать. Я не знаю, но просто мне кажется, что от поджарки все-таки свойство чая немножко ухудшится. Я хотел снять ролик, как все это делать, но это достаточно хлопотно. Поэтому, если хотите что-то узнать поподробнее, найдите. В интернете есть много роликов на подобную тему. Но основной рецепт я вам рассказал. В принципе, тут дополнить особо нечего. Так, если визуально посмотреть, как это делают другие люди. Да, еще забыл сказать, какое растение нужно собирать. Нужно собирать растение, которое вот начало цвести. Смотрите, вот оно начинает цвести, то его можно собирать. Если оно уже полностью зацветет, вот в колос пойдет, то уже не стоит собирать его. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вам это не трудно, а мне приятно. С вами был Александр.